По данным немецких СМИ, он чеченец, но родом из города Агидель, это в Башкортостане. Жил он на северо-востоке Берлина, в районе Бух, вот в этом доме, который вы видите. Немецкая полиция наблюдала за ним как за потенциальным террористом, но его задержание не было связано с тем, что именно на сегодняшний день он планировал теракт. Прокуратура сообщила, что Магомед Али в октябре 2016 года хранил в своей квартире существенное количество пероксида ацетона. При помощи этого взрывчатого вещества радикальный исламист вместе с другим обвиняемым, который на сегодняшний день арсиован во Франции, собирался устроить теракт. Но в 2016 году подготовке теракта помешали полицейские, которые провели профилактическую беседу с обвиняемыми. Климан Бе, это другой обвиняемый, уехал во Францию, где его арестовали в апреле 2017 года за подготовку уже другого теракта. А сегодняшнее задержание, как пишет прокуратура, связано в основном с тем, чтобы выяснить, куда же делась взрывчатка. Что известно о Магомеде Али? Как пишет Berliner Zeitung, чеченец получил отказ в получении убежища и что в декабре прошлого года должен был быть депортирован. Но, по данным газеты, он принес заключение от врача о психическом заболевании. И немецкие власти принесли его депортацию на декабрь 2019 года. По данным прокуратуры, Магомед Али был прихожанином мечети Фусилет, которая была закрыта в 2017 году. Туда же ходил тунисец Анис Амри, который устроил теракт на Берлинской рождественской ярмарке в 2016 году. И только вчера суд в Гамбурге приговорил другого 29-летнего чеченца к четырем годам тюрьмы. Суд признал его виновным, что в марте 2014 года он избременно через Турцию перебрался в Сирию и там присоединился к боевому отряду исламского государства. В начале 2015 года он вернулся в Германию из-за ранения. Также сегодня берлинская газета Tagesspiegel сообщила о том, что число салафитов в немецкой столице постоянно растет. Это следует из доклада столичной спецслужбы, который будет опубликован только в сентябре. За 2017 год разведке удалось идентифицировать 950 радикальных исламистов. В 2016 году их было 840, то есть на 110 меньше, а на сегодня их уже почти 1000. Примерно половину из них считают готовыми к насилию.